Добрый день, дорогие друзья! Мы снова очень рады приветствовать вас на канале Кольджи Шопена. И сегодня мы поговорим с секретарем руководителя директора Кольджи Шопена Татьяной Евгеньевной Шашкиной. Здравствуйте, Татьяна Евгеньевна! Здравствуйте, Лея Константиновна! Татьяна Евгеньевна, наш проект называется «Шопеновка в лицах». И надо сказать, что вы однозначно являетесь лицом приемной Кольджи Шопена. Все сотрудники, все гости, приходя в кабинет директора, встречаются с вами, конечно, с вашей очаровательной улыбкой. Но всем интересно, как вы пришли работать в Кольджи Шопена, и когда вы впервые вошли в кабинет директора, на тот момент это была Марита Таджатовна Челудранян, в качестве соискателя секретаря. Да, вы знаете, я этот день очень хорошо помню. Дело в том, что предложение прийти сюда работать я получила не один раз. Я в тот момент сидела с детьми, они уже росли. Настало время, когда старший пошел в школу, ладший пошел в садик, и, наверное, надо было выходить на работу. Вот, я решила, что, ну, почему бы не попробовать. Это был очень морозный февральский день 2006 года. Я приехала сюда, пришла сразу в кабинет, говорит, дожатывание. Она пригласила меня сесть. Я помню абсолютно точно, как была расположена мебель, что было в кабинете. Я присела, мы с ней немножко поговорили, кто-то вошел в кабинет. Она посмотрела на меня буквально несколько минут и сказала, вы знаете, я думаю, что вы нам подходите. Как такового собеседования, вот классическом, да, как мы сейчас его понимаем, смысле, его не было. Да, и на следующий день я вышла на работу. Марита же спросила, могу ли я выйти. Я сказала, что да, я вышла, буквально два дня я принимала дела у предыдущего секретаря, и все, и стала работать. До этой работы, где, чем вы занимались? Вы были в культуре, в образовании или совсем в другой сфере? Ну, я достаточно долго сидела с детьми, пока они были маленькими. А до этого я работала в серьезной структуре, мы занимались санаторно-курортным лечением. Это было при управлении делами президента Российской Федерации. А потом сидела дома с детьми. Будучи не музыкантом, я знаю интересный факт, что вы сами закончили музыкальную школу по классу фортепиано. Да, прослушивание проходило в детском садике, в который я тогда ходила в пятилетнем возрасте. К нам приходили музыкальные работники из музыкальной школы, прослушивали нас. По итогам прослушивания выбрали меня и еще одну девочку. Я осчастливила своих родителей, был куплен инструмент «Красный октябрь». И с первого класса я пошла и в общую образовательную школу, и в музыкальную. И семь лет я училась. Вы думали о том, чтобы пойти дальше, или этот вопрос даже не стоял? Моя бабушка и моя мама мечтали о том, чтобы я продолжила обучение. И хотели, чтобы я поступала в музыкальное училище. И почему-то хотела, чтобы я была музыкальным работником. Или в детском саду, или преподавала в детской музыкальной школе. Но этому не суждено было быть. Видите, как интересно. Зато вы уже столько лет работаете в музыкальном учебном заведении, ведущем в Москве. Да. Вот судьба каким-то образом меня привела. Музыкальное училище, правда, в другом качестве. Летина Геевна, что больше всего вам нравится в вашей работе? Ну, наверное, конечно, общение с людьми. Потому что и люди здесь необыкновенные, и дети здесь необыкновенные. Педагоги, которые работали и работают здесь, это, конечно, уникальные люди совершенно. Когда я сюда пришла, здесь работали такие люди, как Елена Абрамовна Каминская, Ирина Георгиевна Турусова, Лилия Николаевна Микадзе, которая была заведующей детской музыкальной школы в тот момент, Маргарита Васильевна Попова здесь. Мария Тажатна создала, конечно, очень хороший коллектив. Он был очень сплоченный, очень дружный, и здесь всегда была очень хорошая атмосфера. Можете несколько слов сказать о своей работе с Марией Тажатной? Да, с удовольствием скажу. Это были замечательные годы, очень теплые, очень душевные. Мария Тажатна невероятно сердечный человек, очень отзывчивая, очень принимающая все близко к сердцу, невероятной доброты. Она всегда к детям относилась с нежностью и заботой. И неважно, какого возраста этот ребенок, всех называла деточка. И была абсолютно невероятным, уникальным человеком. Я не знаю, наверное, больше в своей жизни таких людей. И я, конечно, очень рада, счастлива, что была знакома с ней, работала с ней так близко. К сожалению, не так долго, может быть, как хотелось бы. Вот вы сказали, что вы пришли в 2006 году, в феврале. Да. Мы как раз снимаем этот выпуск тоже в феврале. Получается, вы 18 лет уже работаете. Да. В Шопе. Да, буквально на днях. Большую часть из этого времени директор Елена Ивановна Гудова. Вот тоже расскажите о работе с ней. С Еленой Ивановной мы познакомились в тот период, когда в колледже, тогда это было училище имени Шопена, мы готовились к проведению фестиваля романтической музыки молодых музыкантов Москвы. Тогда это был такой значимый проект. Он проводился ежегодно. И я, придя в феврале, буквально через несколько дней оказалась в гуще этих событий. С корабля на бал, как говорится. И во время подготовки к фестивалю мы готовили буклет. Надо было сверстывать программы участников. Участники были из разных учебных заведений города Москвы. И засиживаясь допоздна, мне кажется, я в колледже уже оставалась одна совершенно. Надо было у кого-то уточнять какие-то детали. И при подготовке вот этого буклета я обращалась к Елене Ивановне, которая работала в методическом кабинете города Москвы в тот период. И мы с ней ночами сверстывали практически этот буклет. Давайте немножко уточним для наших зрителей. То есть фестиваль проходил на базе колледжа Шопена под предводительством дирекции образовательных программ. Да, 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 это было так. Да, и Елена Ивановна, не знаю, может быть, она тоже в это время оставалась в одном методическом кабинете, но она всегда мне очень помогала, всегда отвечала на все мои вопросы, уточнения. Никто не мог предположить, что через какое-то время она придет к нам в качестве директора, и что мы все-таки будем с ней так близко работать. Елена Евгеньевна, надо сказать, что приемных директоров различных учреждений одолевают сотрудники с различными просьбами. Конечно, зачастую всем нужно, чтобы они выполнены максимально, были быстро и срочно. Также, конечно, бесконечное количество электронных писем, телефонных звонков. Совсем этим разбирается секретарь. Это, на самом деле, такая стрессоустойчивая специальность. Вот скажите, как вам удается быть всегда любезной и приветливой? Ну, наверное, просто потому, что я очень люблю людей, с которыми я работаю. Очень многих я знаю многие годы с того самого дня, когда я сюда только устроилась. Это Иннелли Радьевна, которая очень помогала мне по первое время и всегда помогает. И Ольга Михайловна, которая работала у нас тогда в отделе кадров, они очень помогли мне, я им очень благодарна по сей день. Люди, которые здесь работают, они заслуживают особого отношения, уважения. И, конечно, по-другому здесь, наверное, просто никак не получится. Я люблю людей, люблю свою работу. Все мы знаем, не секрет, что творческие люди, в частности музыканты, с бумажками, так называемыми, с документами на «вы». Чего, конечно, нельзя сказать о вас, это ваша работа. Я знаю, что у вас есть интересная история, связанная с Ириной Георгиевной Турусовой и с ее как раз-таки личными документами. Расскажите, пожалуйста. Да, это было много-много лет назад, наверное, первый или второй год, когда я стала здесь работать. Ирине Георгиевне нужно было предоставить документы для или награждения, или аттестации. И она не понимала, какие документы от нее хотят, и пришла за помощью к Мариаттожатне, попросила ее отпустить меня вместе с ней. Мы поехали к ней домой. Ирина Георгиевна, ну, будучи уже, в общем, в таком серьезном возрасте, около 80-ти. Очень лихо сидела за рулем, и мы с ней лихо домчались до ее дома, нашли нужные документы, приехали домой. Она была очень благодарна. У меня есть подаренный ею на память платок. Она сказала, что это привезет у нас в Франции, и я до сих пор его храню, всегда вспоминаю о ней. Татьяна Евгеньевна, расскажите какой-то необычный, интересный случай, связанный с вашей работой. Ну, таких случаев было много, но один из самых запоминающихся, наверное, это первый год моей работы, когда в конце июня выпускникам тогда еще училища музыкального имени Шопена выдаются дипломы об окончании обучения. И на тот момент выдача дипломов была сопережена с тем, что они заполнялись на печатной машинке. К тому моменту печатные машинки, в общем, уже выходили из обихода. Да, это 2006 год. Да, и обучалась я, в общем, на компьютере, и тут мне пришлось вернуться в историю. Был выпускник, которому нужно было на несколько дней раньше, чем всем, выдать диплом. Это было связано с его отъездом за границу. И мы вместе с ним вдвоем, поздно вечером, он покупал сам ленту для этой машинки. Где-то мы пытались как-то разобраться в этом организме, но все получилось. Все удалось, но это было очень трудно, поскольку нужно было очень точно впечатать весь текст в разлинованные бланки. Хорошо, что это продолжалось недолго, что все-таки пришли к компьютере, и сейчас это намного проще и легче. Сейчас существуют программы, которые помогают заполнять документы. Татьяна Евгеньевна, мне кажется, что секретари на своей должности спустя много лет работы начинают обладать определенной интуицией. они видят сотрудников, видят гостей, учреждения, которые приходят в кабинет директора, и, конечно, это всегда разные настроения. Кто-то приходит устраиваться на работу, кто-то наоборот. Вот вы можете предсказать, будет ли этот человек работать в нашем колледже? Ну, в колледже и в училище, и в колледже всегда была, конечно, особая атмосфера. Удивительно домашняя, удивительно теплая, наверное, абсолютно уникальная. Я не думаю, что в каких-либо учебных заведениях еще такая есть. И, конечно, эта атмосфера была создана в Редтожатной. Но на протяжении вот уже многих-многих лет и педагогический коллектив, и люди, которые работали с Редтожатной, и люди, которые уже приходят после, во главе, конечно, с Еленой Ивановной, благодаря ее усилиям, мы пытаемся эту атмосферу сохранять. Ведь атмосфера, по большому счету, она зависит от тех, кто живет в доме. И это наш дом, и атмосфера, конечно, во многом зависит от нас самих. Это как очаг, который, если ты туда добавляешь дров, он горит. Если нет, то он погаснет и потухнет. Поэтому атмосфера в нашем доме, конечно, целиком, полностью зависит от нас. Татьяна Евгеньевна, вы как мама двух сыновей, как обаятельная женщина, чей голос слышит каждый, кто звонит в колледж Шопена. Вот мы снимаем выпуск, который выйдет 23 февраля. Что бы вы могли и хотели пожелать нашим замечательным мужчинам в День Защитника Отечества? Дорогие коллеги, наши замечательные мужчины, мы вас очень любим и очень ценим за ваши прекрасные качества, за готовность всегда подставить плечо, за вашу решимость, за вашу поддержку, за ваше понимание наших слабостей. Будьте всегда сильными и мужественными. Вы наша опора. Будьте здоровы, счастливы и любимы. Пусть в ваших домах всегда будет мир и взаимопонимание. С праздником вас! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok